МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СТОЛЯР В ПОГОНАХ На трассе в Туавсинском районе остановили грузовик, напичканный опасной жидкостью. О, ребята, а вы куда так поехали-то? И в горе, и в радости вместе. Ради кого Краснодарка рисковала жизнью? Раскодировали подъезд ногами и пошли дальше всё крушить. В каком доме такие воспитанные соседи? Здравствуйте, это Факты происшествия. Готов на всё, чтобы не попасть в руки полиции. Проглотил десятки тысяч рублей, только чтобы не сдаваться. Но даже такая трапеза не помогла злоумышленнику в Туапсе. Его поймали полицейские. И 33-летнему мужчине пришлось объяснять, зачем он съел чужое кольцо. Сообщением о нападении в дежурную часть обратился местный житель. Потерпевший пояснил, что вечером находился в лесу, где на него напал неизвестный мужчина. Налётчик сорвал золотую цепь с крестом и кольцо, после чего скрылся. Но продать или пощеголять в чужих драгоценностях Туапсинец не успел. Пришлось проследовать в отдел полиции для разговора. При задержании мужчина попытался избавиться от улик, отправив их в рот. Это подтвердил рентген. Фокус удался только с кольцом. Золотую цепочку с подвеской вернули законному владельцу. Сумма общего ущерба составила более 60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ранее судимый задержанный может снова отправиться за решетку до 7 лет. Грузовик с опасным сюрпризом. Такой транспорт остановили для проверки инспекторы в Туапсинском районе на посту Миссажай. Это автодорога Майкоп-Туапсе. Стандартная процедура проверки документов вывела на криминальный след. Полицейские и сами не ожидали увидеть такое в кузове. Стражам порядка пришлось на время стать стеллерами. В ходе тщательного досмотра грузовика был найден тайник за обшивкой. Впрочем, полимерные емкости были повсюду. В стенках, в полу и картонных ящиках. В пятилитровых упаковках жидкость с характерным запахом спирта. Таких бутылок насчитали 768. Водитель не смог предоставить документы, подтверждающие законность перевозки спиртосодержащей жидкости. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Жидкость около 4000 литров. Правоохранители изъяли. Образцы направили на исследование. Возбуждено уголовное дело, которое предусматривает наказание. Лишение свободы до трех лет. Подробности в истории со стрельбой на Елизаветинском посту. Мы рассказывали об этом на днях. Напомню, очевидцы сняли видео в лучших традициях голливудских боевиков. На въезде в Краснодар отряд СОБР Росгвардии проводил спецоперацию по захвату подозреваемых в серьезном преступлении. Правоохранители установили их личности, автомобиль, на котором они передвигались, и предполагаемый маршрут. Заблокировали разыскиваемый транспорт и пошли в наступление. Заблокировали автомобиль злоумышленников и задержали трех подозреваемых в возрасте от 28 до 44 лет. Мужчины не успели оказать сопротивление и были доставлены в отдел полиции, где в настоящее время с ними проводятся необходимые следственные действия. В ходе захвата были задержаны трое мужчин. Именно их подозревают в совершении серии квартирных краж. С октября 2017 в полицию Краснодара поступило как минимум 9 сообщений от местных жителей о налетах на квартиры и домовладения. Во всех случаях злоумышленники проникали в жилище через окна и путем подбора ключей от замков на входной двери. Похищали деньги, ювелирные изделия и ценные вещи. В одной из квартир троицы забрала личное имущество хозяев на сумму около 1 миллиона рублей. В апреле этого года еще одно сообщение о краже поступило из Новороссийска. В ходе обыска по местам проживания подозреваемых полицейские нашли часть украденных вещей. Сейчас мужчины под арестом. Общий ущерб от их действий составил более 2 миллионов рублей. Ну а эта группа товарищей тоже покусилась на чужое имущество. Унести не смогли, но испортили сильно. Личности героев легко можно узнать благодаря камерам наблюдения, установленным в подъезде. Неясно, это жильцы дома на Московской или гости. Точный возраст определить тоже сложно, но зато их деяния на виду. Сначала парни сражаются с кодовым замком на входе, побеждают его силой, идут дальше. Чем-то им успел насолить и лифт. Наносит по нему несколько ударов ногой. Затем веселая компания все же заходит в кабину лифта и отправляется на девятый этаж. Может смелости и веселье в тот вечер прибавил хмыльной напиток. Бутылку нетрудно разглядеть в руках у хулиганов. По указанному адресу направлены сотрудники полиции для проведения детального осмотра предполагаемого места происшествия, а также установления всех обстоятельств произошедшего. Молодому человеку, который, вероятно, повредил имущество дома, может грозить и уголовная ответственность. Как в виде штрафа до 40 тысяч рублей, так и лишения свободы до двух лет. Беда для хозяина – забавное представление для зевак, особенно для детей. Так и случилось в Сочи. На улице Донской загорелся капитальный гараж. Первыми на месте ЧП оказались народные репортеры с портфелями. Школьники фиксируют все на мобильный и выдвигают десятки версий. Одна из первых – строение подожгли дети. И владельцу, можно сказать, повезло. За несколько минут до того, как вспыхнул огонь, он отогнал машину. За огненно дымящимся представлением очевидцы наблюдали около часа. Вскоре кто-то догадался вызвать спасателей. Достаточно было одной спецмашины, и пламя ликвидировали. Ну а почему случился пожар, это предстоит выяснить. Теперь краснодарские дороги. Инна Чайка расскажет, кто не смог разъехаться на трассе. Синхронный поворот иномарки и жигулей на 40 лет победы и российской закончился провалом. Водители не смогли показать красивое катание, несмотря на плавные движения и маневры. Все-таки притерлись, чем создали неудобства остальным многочисленным участникам движения на этом участке дороги. Отечественному вазу досталось и в другом районе Краснодара. Это угол Северный и Красный. Дремать и зевать тут водителям некогда. Но вот рулевой на белой легковушке, видимо, не рассчитал свои габариты и не смог объехать притормозившие жигули. Удар пришелся в левую заднюю часть. Хотя бы половину зебры пешеходам участники ДТП оставили. Люди смогли перейти дорогу в положенном месте. В сложной схеме движения и в обилии машин вокруг не смог разобраться водитель белого внедорожника. Ему нужно было ехать дальше, по Гаврилово. На перекрестке с Красной пришлось задержаться на светофоре. Но шоферу не терпелось нажать педаль газа. И рваное движение до хорошего не довело. Выехав из своего потока, он таки задевает стоящий микроавтобус. Разбирательства затянулись. И уж вряд ли добрым словом отзывались водители автобусов и другого транспорта, которым ювелирно пришлось выворачивать на небольшом пятачке, объезжая место аварии. Утренний час пик оказался нервным для водителей двух белых иномарок на Кожевиной. Этот отрезок собрал разные транспорты, газели, камаз и много легковушек. Но тетрис не сложился. Разъехаться не получилось. Несколько сантиметров не хватило одному из водителей. В итоге опоздание и ремонт железного коня. В этот обзор аварии едва не попал и случай на мосту перед въездом в поселок Яблуновский. Видеорегистратор показывает, что в противоположном направлении огромная пробка. Но нашелся тот, кто решил, что он умнее и быстрее всех. И полетел по встречной полосе. Неожиданного гонщика едва заметил водитель и чудом успел увернуться от встречной машины. Иначе лобового было бы не избежать. Увы, но даже штрафы не действуют на таких лихачей. В моральной битве между девушкой и водителем эвакуатора победил мужчина при исполнении служебных обязанностей. Это, так и хочется сказать, романтичная история. Произошла на пересечении улиц Аторбекова и Герцена. Но повод совсем не радостный. Девушка, очевидно, припарковала свой автомобиль там, где не положено. И тут, как тут, подоспел специальный транспорт. Но автоледи успела появиться рядом со своей машиной до погрузки. И просила не увозить ее любимицу на штрафстоянку. Однако уговоры на эвакуаторщика не подействовали. Девушка тоже не отступила и запрыгнула на погрузчик, чем шокировала всех вокруг. О, ребята, а вы куда так поехали-то? Водитель эвакуатора теперь должен заплатить штраф в тысячу рублей за то, что ехал с человеком на борту. Но отважную хозяйку авто тоже ждут разбирательства за неправильную парковку. Повеселил прохожих и жителей окрестных домов еще один эвакуатор в Краснодаре. Он очень долго пытался увезти, вернее, хотя бы погрузить, крупногабаритный транспорт в микроавтобус. Неудачных попыток было так много, что зрители успели включить мобильные камеры. Их не смущает, что эта машина длиннее, чем их кузов платформы. По словам очевидцев, такая картина продолжалась не меньше получаса. Чем все закончилось, не сообщается. Но вот владельцу транспорта явно будет не до веселья. Крепежи, не рассчитанные на маршрутке, скорее всего, помяли или поцарапали кузов. И последнее. Полиция Прикубанского округа Краснодара разыскивает без вести пропавшего виноградова Леонида Георгиевича. Ему 65 лет. Родственники сообщили, что 2 июля прошлого года мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. В настоящее время его местонахождение не установлено. Приметы Леонида Георгиевича. Рост 170-172 сантиметра, худощавое телосложение, волосы короткие, волнистые, черные усы. Если вам что-либо известно о пропавшем человеке, полицейский просит сообщить по телефону, который сейчас на экране. На сегодня все. Поменьше вам неприятных историй. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин